Что нас ожидает в связи с тем, что Россия вступила в новую фазу такого обострения, конфронтации, можно сказать, с западной цивилизацией? Мы проходим проверку на прочность. Что ждать России и каковы наши действия в этой ситуации? Ну, во-первых, верить в свои силы, рассчитывать только на себя и на Божью помощь. Мы не вступили в конфронтацию. Мы работаем в своих интересах. В интересах нашего российского государства. Все мы, вся наша страна. Это с нами пытаются устраивать конфронтации, это их проблемы. Мы с честью, я уверен, что мы с честью выйдем из любых испытаний. В нашей стране не привыкать. Нам главное помнить, что, во-первых, мы должны объединиться, конечно, все вокруг нашего лидера, национального президента Владимира Владимировича Путина. И, безусловно, сегодня, пройдя эти испытания, я просто уверен, что мы станем еще могущественнее, еще сильнее. И мы не собираемся ни с кем воевать. Если надо, мы дадим отпор. Но я просто уверен, что многие наши недруги, которые сейчас, так называемые, партнеры, устраивают против нас всякие санкции, они уже поняли, что эти санкции провалились. Я думаю, что они отпадут сами по себе. Нам только нужно вспомнить, что мы действительно великая держава. Мы не сегодня и не вчера, не в чистом поле родились. За нами история величайшая, тысячелетняя, которая идет со времен князя Владимира. И наши предки проливали кровь и пот вот в эту нашу русскую землю для того, чтобы мы сегодня могли жить в этой великой стране. И наш долг перед нашими предками, которые трудились на этой земле, которые создавали эту великую державу и защищали ее от захватчиков, наш долг ее сохранить. Они это делали ради нас. И наша задача сегодня, всех наших жителей Великой России, сохранить сегодня то, что накоплено было за эту тысячелетнюю историю, и приумножить, и не отдать врагам на разграбление. Это наш долг и перед нашими предками великими, и перед нашими внуками, правнуками и другими будущими нашими детьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok